Всем привет, с вами Ирина Корнева, и сегодня тема выпуска «Что будет, если готовиться к своей свадьбе за один месяц?» Готовы? Погнали! Ну, начнём с того, что, конечно, это очень рискованно, начинать подготовку к своей свадьбе за один месяц до мероприятия, потому что это достаточно ограниченный срок даже для организаторов, которые работают на мероприятиях, которые периодически организовывают мероприятия, которые знают, как это делать, у которых есть какая-то база, подборки и всё остальное. А для невесты так это вообще супер рискованный шаг, и я сейчас расскажу, почему. Итак, первое, что вам, естественно, нужно будет сделать, это подобрать банкетную площадку, и, скорее всего, это будет первая проблема, с которой вы столкнётесь. Большая вероятность, что просто не будет свободных банкетных площадок. А если вы и найдёте свободную банкетную площадку, то это будет какой-то неликвид, который, ну, в общем-то, не подошёл по каким-то параметрам молодожёнам, которые готовились заранее. И получается, что вам придётся брать то, что осталось, а не то, что хотелось. Это, может быть, какие-то столовые или кафе. Такая первая основная проблема, с чем вы, скорее всего, столкнётесь. Второй момент — это ЗАГС. Хорошо, если вы подали заявление в ЗАГС за полгода, то, по крайней мере, вы сможете расписаться спокойно. Если вы не подали заявление за полгода и решили подать заявление только за месяц до вашего мероприятия, то, скорее всего, свободного времени просто не будет, если мы говорим про роспись в выходные дни. Все хорошие промежутки времени, час дня, двенадцать дня, давным-давно уже заняты. Дальше. Декор, все какие-то разработки, придумки — это всё занимает время, а этого времени у вас просто нет. Поэтому тут вариант — либо выбирать то, что есть у декоратора, какое-то готовое решение, либо выбирать какое-то суперпростое решение, то, что можно быстро сделать и быстро реализовать. Дальше. Платье. Раньше я говорила о том, что платье можно спокойно выбирать и за месяц, и за два месяца до мероприятия, никаких проблем нет. Сейчас времена поменялись. Если вы начали готовиться к своей свадьбе за месяц, и у вас нет платья, то прям я даже не знаю. Я прям сочувствую вам, потому что действительно придётся выбирать то, что подойдёт вам по размеру, но, может быть, не очень будет подходить вам по фасону. Чтобы ушить платье, подшить, поменять что-то в платье, например, изменить рукава или что-то ещё, на это тоже нужно время. Чтобы привести другой размер такого фасона, который вам понравился, на это тоже нужно время, а на всё это у вас времени нет. Единственное, кстати, что вы можете успеть сделать и сделать без проблем, без каких-либо напрягов, так скажем, так это приглашения в электронном виде, их можно сделать бесплатно и разослать гостям. Сделать это можно на сайте Event4Me. Я вам оставлю обязательно ссылочку в описании, и каким образом это можно сделать, сейчас покажу. Смотрите, вы заходите в раздел «Приглашения», вот здесь, вот наверху, в шапочке, нажимаете «Приглашение», и у вас открывается страничка с приглашениями, можете выбрать то приглашение, которое вам нравится, может быть, вы уже с декоратором приняли решение, что у декоратора, может быть, есть какое-то готовое решение с яркими, малиновыми какими-то оттенками, или наоборот, что-то нейтральное, в зелёных оттенках, в каких-то голубых оттенках. Одним словом, вы можете зайти на этот сайт, нажать на «Приглашение» и буквально за несколько минут сделать пригласительное и абсолютно без трудностей каких-либо. Дальше вы можете скачать это приглашение и в электронном виде отправить вашим гостям. В общем-то, по крайней мере, это вы сможете сделать быстро. Кстати, помимо приглашения, здесь же можно сделать карточку дресс-кода, можно сделать карточку меню, программу, номер стола и так далее. То есть, если вы понимаете, что вот прям ни на что времени не хватает, можно по-быстренькому это сделать на сайте Event4Me, ссылочку, повторюсь, я оставлю в описании. Большая вероятность, что хорошего фотографа, хорошего ведущего за хорошую стоимость. Просто эти ребята уже будут заняты. И поэтому здесь, опять же, выход только один – идти по остаточному принципу и выбирать уже тех, кто остался. Иначе можно вообще остаться без ведущего. Понятно, что стилисты тоже забиваются достаточно быстро, хорошие стилисты тем более. А так как еще нужно успеть сделать репетицию прически и макияжа, и это обязательно, потому что если вы не успеете сделать репетицию прически и макияжа, то в день мероприятия, если вам не понравится прическа, то уже переделать ее нельзя будет. А если и успеете сделать репетицию прически и макияжа, успеете подобрать стилиста, то так как время ограниченное, то, скорее всего, изменить, ну, поменять стилиста уже будет практически невозможно. Дальше тортик. Скорее всего, у вас не будет времени на то, чтобы дегустировать тортик и слишком долго выбирать внешний вид, согласовывать внешний вид тортика. Скорее всего, придется это сделать достаточно в быстром режиме, что так, ну, давайте уже вот такой, и все. И уже пусть вот будет такой. А вместо дегустации, скорее всего, придется выбрать просто на сайте по названию начинок, что ну, давайте, пусть будет уже что будет. Про танец даже и говорить нечего. в среднем на постановку танца нужно минимум пять занятий, плюс репетиции дома. Если жених никогда не танцевал или невеста никогда не танцевала, то и того больше, да, то это даже не пять занятий, а ещё больше, плюс ещё репетиции дома. Поэтому про танец здесь уже и говорить нечего. Если вы работаете с подрядчиками, то, скорее всего, не будет времени на обсуждение каких-то элементарных правок, да. Невозможно будет внести правки в договор, потому что на это нужно будет время, а вы понимаете, что подождите, у меня там две недели до мероприятия, всё уже, пусть будь что будет, да, пусть уже как есть, так и есть, пусть этот договор будет таким. Скорее всего, вы не успеете сделать какие-то розыгрыши для гостей, подарки для гостей, да. Если у вас были какие-то мысли, что вот, когда я буду выходить замуж, я обязательно сделаю какой-нибудь творческий подарок, я обязательно сделаю что-то ещё, то если останется месяц до мероприятия, можете сразу просто поставить на этом крест, потому что вы, скорее всего, просто не успеете сделать. Это махнёте рукой, даже если начнёте, то в итоге махнёте рукой и скажете, всё, Нет, пусть уже будь что будет, уже даже не хочу доводить это дело до конца. Еще очень важный момент, что есть такая статистика, что когда молодожены приглашают своих гостей за полгода до свадьбы, из 100%, 10-20% отказываются от прихода, потому что не могут по каким-то причинам. Заболели, поменялись планы, уехали куда-то или еще что-то. Это если за полгода. Если приглашать гостей за месяц, а то и того меньше, большая вероятность, что придет только 50% из всех приглашенных. То есть пригласили 50 человек, придет только 25 человек. Это тоже нужно учитывать. Даже если вы все успеете, даже если какой-то такой супероптимистичный расклад, и вы все успеете, то сама свадьба, скорее всего, будет похожа, знаете, на некий такой дырявый корабль, которому нужно постоянно устранять течь. Возможно, сейчас вы не понимаете, о чем я говорю, но когда вы начнете подготовку к своему мероприятию, для вас этот пример, который я сейчас привожу с дырявым кораблем, он будет абсолютно понятен. Потому что будет понятно, что так, я вот не успела там пледы заказать, все мерзнут. Я там не успела кондиционеры заказать, слишком жарко у меня там, допустим, где-то на веранде. Я не успела привезти на площадку, там еще что-то. Вот такая ситуация. Не успели мы закупить в нужном количестве воду, например, и вот у нас там нет воды, не хватает воды на мероприятии и так далее. То есть таких моментов очень много, которые нужно латать, 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 потому что мало времени и некогда было организовано и хорошо все это сделать. Вы можете сказать, ну, хорошо, мы поняли, что за месяц очень сложно подготовить мероприятие, мы поняли, что это практически нереально. Я вижу три решения в данном случае. Первое решение – это оставить все как есть и просто обратить внимание на те пункты, которые я сейчас перечислила. Нужно слишком много времени на это не тратить. То есть уже ладно, беру то, что есть, уже делаю то, что есть. Второе. Если вам повезло, да, и вы увидели этот выпуск за год или за полгода до вашей свадьбы, то начните ее организовывать прямо сейчас. Не дожидайтесь того момента, когда останется месяц до мероприятия, потому что кажется, да времени еще полно, да я все успею, да что там делать, подумаешь, фотографа выбрал ведущего, площадку забронировал, какие проблемы, времени полно. Очень рекомендую прямо вот сейчас брать и готовиться, если у вас есть еще этот запас времени. И третье. Если вы уже оказались в такой ситуации, что у вас ничего не готово, и свадьба у вас через месяц, то я очень рекомендую начать организацию с помощью свадебного организатора. Далеко не каждый, кстати, организатор возьмется за вот эту работу, понимая, какой аврал работы ему предстоит выполнить. Далеко не каждый согласится на это, но если все-таки согласится, то это самое оптимальное решение для вас сохранить вашу свадьбу. Это прийти к человеку, который действительно знает, как сделать ваше мероприятие качественно, хорошо, за вот этот достаточно небольшой промежуток времени. Я на протяжении всего этого видео постоянно вам говорю, что нет времени, нет времени, нет времени на выбор платья, нет времени на дегустацию, на закупку алкоголя, ни на что не хватит времени. Ну, вы можете мне сказать, ну, подожди, ну, целый месяц впереди, это достаточно много, как может не хватить времени, ну, в самом-то деле. Давайте мы с вами вот прямо сейчас на пальцах разберем, чтобы было понятно. Итак, начнем с площадки. Нужно первым делом подобрать банкетную площадку. Как это сделать? То есть сначала нужно найти эти банкетные площадки, обзвонить их и найти именно те варианты, которые будут свободны на вашу дату. Мало того, что вы их найдете, еще нужно будет с каждой связаться, узнать, свободно или не свободно. Если свободно, то опять же, позадавать вопросы, подходит вам, в принципе, хотя бы на начальном этапе эта банкетная площадка или нет. Дальше нужно съездить на эту банкетную площадку, посмотреть эту банкетную площадку и принять решение, нравится, не нравится, хочу я на этой банкетной площадке делать свои мероприятия или не хочу. В большинстве случаев все-таки молодожены едут не на одну банкетную площадку, они все-таки ездят на несколько вариантов площадок, пять, шесть. Соответственно, после этого только принимают решение. Дальше нужно будет согласовать договор с банкетной площадкой и заключить договор. Площадка в большинстве случаев не сразу подписывает договор. Частенько бывает такое, что то нет директора, то еще что-то, да, то меню до конца они еще не утвердили, особенно в текущей ситуации. Меню постоянно меняются на банкетных площадках, и мы прям вот от некоторых площадок достаточно долго ждем нового меню, ну, в связи с изменением цен на продукты. Берем самый такой оптимистичный расклад, что вы смогли сделать это за пять дней, да, хотя на самом деле это будет дольше, это больше времени занимает, но предположим пять дней. Остается двадцать пять дней до вашего мероприятия, двадцать пять дней до свадьбы. Дальше выбор декоратора. Ну, прежде чем, опять же, выбрать декоратор, вам нужно будет найти того самого человека, который вам понравится, созвониться, согласовать с ним встречу, рассказать, что вам хочется, узнать, что он вообще, в принципе, может, сделать за вот такой вот ограниченный промежуток времени, и чтобы он вам дал какое-то предложение, опять же, да. В вашей ситуации, конечно, выбирать не приходится, и вряд ли, наверное, это будут какие-то отрисовки эскизов. Если и будут отрисовки эскизов, то отрисовка занимает там от двух до пяти дней, да, в зависимости от сложности эскиза, потому что декоратору еще что-то нужно придумать. Потом это нужно будет согласовать, согласовать нужно будет с мету, и уже итогово подписать договор, нести предоплату декоратору. Но, предположим, мы пойдем простым путем, и на это у вас ушло пять дней. Итого осталось двадцать дней до вашего мероприятия. Следующим этапом нужно купить платье, аксессуары невесте, обувь невесты. Чаще всего все-таки невеста покупает платье не с первой поездки в салон. В большинстве случаев она ездит в несколько салонов и потом выбирает то самое платье, которое ей нравится. А в вашем случае, скорее всего, вам придется поездить по нескольким салонам, потому что нужно будет выбрать то платье, которое подойдет вам по фасону и которое подойдет вам по размеру. Не факт, что в конкретном салоне в первом у вас платье идеально сядет по размеру, по фасону и по всем параметрам. А так как заказывать времени уже нет, скорее всего, вы поедете и посмотрите в разных салонах. И на это минимум вам нужно будет заложить два дня, потому что еще во многих салонах заранее нужно записываться. То есть нельзя просто приехать в салон и померить платье. Нужно заранее позвонить и сказать о том, что так, я вот хочу приехать к вам, и вас записывают на определенное время, вам выделяют определенное время на примерку, и это делается таким образом, да. И до свадьбы осталось 18 дней. Дальше нужно будет купить костюм жениху, обувь жениху, и на это у нас, допустим, мы так оперативненько все это сделали, один день ушел, да, 17 дней до свадьбы. Следующим этапом нужно купить кольца, и на это тоже у нас ушел, допустим, один день, и осталось 16 дней до свадьбы. Дальше нужно будет подбирать команду, которая будет работать на вашем мероприятии. Я могу сказать, что на поиск нужного человека, да, на то, чтобы обзвонить человека, на то, чтобы согласовать с ним встречу, вместе с заключением договора может дойти до месяца, потому что, ну, фотограф, например, не может встретиться, например, у него какое-то мероприятие, или ведущий не может встретиться в определенный день, и он там говорит, что я могу встретиться там только через 3-4 дня, там 5 дней еще когда-то. И получается, что этот процесс, он может растянуться, ну, если мы еще и согласовываем договор там и так далее. То есть этот процесс реально может очень сильно растянуться. Но предположим, что в вашем случае вы все супероперативно сделали, и на каждого человека вы потратили один день. То есть вы сразу нашли, сразу же позвонили, сразу же обо всем договорились, заключили договор, и на каждого человека по одному дню, то есть три дня. Хотя это, конечно, из раздела фантастики, но пусть будет так. Итого, у вас осталось 10 дней до мероприятия. Следующим этапом нужно просчитать алкоголь и закупить алкоголь. То есть на просчет алкоголя в идеале, конечно, еще не только просчитать, в идеале, конечно, еще и обзвонить гостей и спросить какие-то предпочтения, пожелания по алкоголю. Но ладно, окей, у нас нет на это время, поэтому будем уже просчитывать из того, что есть. Естественно, вы же не поедете сразу закупать алкоголь, вам нужно будет посчитать, какое приблизительное количество алкоголя вам нужно. Поэтому вы сядете, посчитаете, и на следующий день, допустим, поедете, загрузите, выгрузите, и на это у вас уйдет порядка двух дней, то есть останется 8 дней до мероприятия. Соответственно, остается немного времени Нужно понять, в принципе, кто придет на ваше мероприятие Обзвонить, всех узнать, будут они на ваше мероприятие, не будут И после этого уже согласовать меню, сделать дегустацию И оплатить итоговую сумму за банкет на вашей банкетной площадке Вы можете это сделать, допустим, за один день И у вас останется неделя до мероприятия, 7 дней Следующим этапом вам нужно найти кондитерскую Согласовать внешний вид торта, сделать дегустацию в идеале Предположим, у вас на это ушло 3 дня Хотя это может опять же растянуться Потому что нужно выбрать начинки Согласовать время доставки Нужно обговорить, может ли кондитерская сделать этот торт Конкретно, который вам хочется по какому-то дизайну Но, предположим, опять же, мы пойдем по какому-то упрощенному сценарию Мы это быстро все решили И за 3 дня мы успели это все согласовать И осталось 4 дня до мероприятия Дальше нужно найти свободный номер для молодоженов Если хочется собираться где-то в гостинице Обязательно нужно будет вопрос этот решить Понятно, что это можно сделать и раньше Можно это сделать и на этапе выбора банкетной площадки Понятное дело, что какие-то вещи можно делать в параллель Но мы сейчас с вами смотрим, как это И сколько это вообще реально времени занимает Чтобы какое-то понимание было Хотя, опять же, повторюсь, что это какой-то такой суперэкспресс-режим И частенько это занимает гораздо больше времени Чем я сейчас вам рассказываю Итак, допустим, номер для молодоженов мы нашли за один день У нас осталось 3 дня до свадьбы И дальше нам нужно будет согласовать программу с ведущим Нужно сделать тайминг, нужно всем отправить этот тайминг Рассказать по дресс-коду Всех сориентировать, я имею в виду команду Чтобы все понимали, что, допустим, они должны прийти в какой-то одежде Не в джинсах и так далее И должны понимать, куда они должны прийти В какое время у них начинается работа и так далее Все эти моменты нужно обязательно согласовать И каждому отправить, чтобы все все понимали, что, когда будет происходить Допустим, на это у вас идет 2 дня, чтобы все это написать Расписать, встретиться с ведущим, все согласовать И останется один день до мероприятия Вот смотрите, мы сейчас взяли с вами месяц, 30 дней Заметьте, что я здесь не говорю про какую-то шоу-программу Про артистов и их райдеры Я не говорю про фейерверки Я не говорю про подарки для гостей какие-то Про какие-то творческие подарки Я не говорю про постановку свадебного танца Я не говорю про наличие выездной регистрации в принципе И про регистратора как такового И про какие-то квартеты струнные, не струнные и так далее На выездной регистрации Я не говорю про ЗАГС, я не говорю про трансфер Про размещение гостей, про съемку Love Story И много про что я вообще здесь не говорю Я говорю просто про какие-то базовые вещи Которые вам обязательно нужно будет решить В процессе подготовки этого мероприятия За вот этот месяц, который у вас останется до мероприятия И заметьте, что даже если решать эти базовые вещи каждый день То есть реально каждый день готовить свое мероприятие То вы практически до дня свадьбы будете заняты Действительно подготовкой своего мероприятия До дня свадьбы вы действительно будете решать вопросы Необходимые для того, чтобы в принципе мероприятие состоялось Если самостоятельно можно что-то не успеть Вы можете меня спросить, а успеет ли свадебный организатор это делать? Ну хорошо, понятно, что мне, невесте, которая первый раз готовит это мероприятие свое Мне сложно, я могу что-то не успеть Ну а неужели организатор успеет? Да, организатор успеет Потому что вы как только встретитесь с организатором Поговорите с организатором Уже сразу после встречи с вами организатор будет понимать Каким площадкам, каким подрядчикам нужно позвонить, чтобы организовать ваше мероприятие Не просто, чтобы оно состоялось как мероприятие, а чтобы оно было организовано на хорошем уровне В том числе на высоком уровне, чтобы это мероприятие было слаженное Чтобы это не был дырявый корабль, который нужно постоянно латать Поэтому да, и это, пожалуй, самое оптимальное решение для тех, кто планирует свою подготовку за один месяц до мероприятия Итак, мои хорошие, жду ваши вопросы или рассказы, да, как вы организовывали свою свадьбу За сколько это было, месяцев или, может быть, за сколько дней Что у вас получилось на выходе, что у вас не получилось Я обязательно почитаю ваши вопросы Если будут интересные вопросы, интересные истории, запишу видео по вашей теме Я думаю, что многим будет интересно послушать В том числе и рассказы невест, которые самостоятельно сами готовили свои мероприятия Все, спасибо вам большое за просмотр этого видео и пока-пока